Всем здравствуйте. Сегодня 12 грудня 2024 год. Четверг. Одесса. Мы идем на привоз. Будем не только цены смотреть, но и поговорим, и мы расскажем, прогуляемся полезно и с приятным. У нас ночью сегодня шел снег, что вы знаете, да. Я даже успела заснять, он очень быстро пошел. Раки. Да, раки. Трудно говорить, когда шел снег. Утром еще он лежал на крышах и на заборах и на листьях. Ну, уже, видите, вот такое болото. Ну, это абсолютно нормально. Для Одессы капает, тает. Сейчас мы посмотрим цены. О, килечка 120, малосолка 120, хамца 150, свежая сардель 120. Вот яблоки 43, что мы еще видим. Красная капуста 45, картошка 40, помидоры зеленые 25. Ну, сейчас там пойдем. Вот яблоки тоже 35, 40, мандарина, апельсина 100, сладкое медово 130, груша 80, яблоко 35, хурма 90. Для хурмы очень даже, можно сказать, дешево по теперешним ценам. Так, сегодня, знаете, что в Одессе, в нашем горсовете, будет решаться вопрос с новым гербом Одесской области. Ну, я видела этот новый герб, что предлагается. Я его выставила на нашем канале Телеграм. Одесские прогулки. Ссылку и название я показываю под каждым видео. Ну, посмотрите, я не знаю, на меня так оно похоже, как на синюю печать. Не знаю. У нас нормальный герб в Одессе, в Одесской области. Что он нам помешал, мне непонятно, да, Игорь? Так, грибы 110, да. Кстати, дешевле, чем в супермаркете, по-моему, да? В супермаркете за 150. 150, да. Ну, вот уже выгодно. Вот помидоры вот зеленые, желтые 70. Цветная капуста 40. Вот хурмон 60. Да, о, вот и 80. Вот смотри, 60. 60, а вот шарон 100. Ну, вы знаете, для хурмы это очень хорошая цена. Груша 80, 150, 70. Морковка 35, картошка 35, лук 25, капуста 35. Что, капуста упала? 35. Потому что мы как-то были, капуста была 40, 40, 50, да? Зеленая она есть, 45. Да? Зеленая. А, как вы видите, людей, будний день у людей есть. Ну, на привозе всегда, собственно, наверное, люди есть. Что вы знаете, сегодня ночью опять был пожар. Пожар был на Дерибасовской. Горел Макдональдс, который сейчас... Ремонтируется. Ремонтируется, да. Ну, главное, что жертв нет, никто не погиб. Ну, там же не только Макдональдс, там еще и гостиница. Ну, вроде бы как гостиницу не зацепило. Ну, он же Дерибасовская, Красный переулок. По Красному переулку, с этого же здания идет гостиница. В общем, вот такой ремонтик. Вот, смотрите, уже елочки. Искусственные они уже. Видите, вот есть игрушки. Вот там вот такие подарки все. Ага, ага, вот видите? Веночки на двери. Да, да, да. Ну, это только начало. Вот картошка 35, кстати, здесь. Здесь мандарины по 100, по 90, огурцы 130, помидоры 130. И здесь, видите, и вещи можно. Ну, вещевые. Здесь по центру раньше стояли бабушки. А сейчас, смотрю, их нет, убрали, да? И сразу свободно много идти. Ну, видите, какая лужа. Это вот все тает после. Да, и сегодня, кстати, предупреждение, что очень опасные погодные условия. Из-за этого предупреждают, чтобы поменьше ходили. Потому что все может быть. Ветер сильный. А температура, кстати, плюс 2, но чувствуется на минус 5, я вам скажу. Потому что когда начинает дуть ветер, он дует очень сильный. В прошлый раз я говорила одно дерево, потом я пришла информацию, упало 7 деревьев в прошлый раз. Там или там пойдем? Вот. Так что, поэтому предупреждают, что опасно. Вчера мне написали, что на море была очень теплая фута, и кто-то купался. Ну, видите, есть и такие смычки. Не знаю, как сегодня будет на море. Но волны стоят приличные. Видите, так капает вот здесь. Хорошо, что здесь немножко есть навес, потому что очень здорово капает. Ну, вот вещь сухофрукта. 250, 180, 160, 90, яблоко 35, мандарина 90. Вот эти как капают. Кстати, вон облепиха, да, она баночка, 100 гривен пол-литровая. Вот. Мы уже купили. Сколько перетертая стоит? 130. 130. Это с сахаром или с медом? С сахаром. С сахаром, да? Спасибо. А вот это... Ага, клюква. Клюква 80, 150. Клюква 80, 150. Ну, вот это перетерто. Не идея кое-кому отправить. Так, вот помидоры 100, огурцы 50. О, 100 тоже. Кабачок там 60 есть. Видите, здесь морковка 40. Капуста не вижу. Вот голубцовая капуста была пись. А, вот сейчас она нету цены. А была 50 гривен на нее. В прошлый раз мы были когда... Да. Вот гранаты, хурма, бананы. Все можно. Да все есть, только деньги надо иметь. Вот мандарина 120, 130, 100. Давайте, наверное, посмотрим капусту почем людям покажем. Ну, покажем, а почем... Ну, покажем. Ну, так скажешь, да. Так уже ж подорожало. Уже другие... О, помидоры 170, 150, 130. Огурец 140. Бананы 85. Да. Ну, и ананасы тоже нужно купить. Спасибо. Рыба разная, разная, разная всякая. Очень много рыбы, очень много солений разных вкусных. Можно пробовать, покупать. Вот так, пройдем, покажем. Ну, говори, ты знаешь, цены, говори. Я, ну, сейчас, почем здесь. Капуста, 80. 80. А другая? Яблаками 100. А, ну да. А вот такая вот салатиком, сколько капуста? 50 килограмм. 150. А помидорки ваши? 80 и 100 за килограмм. А вот такое вот вкусно. Поглажанчик 200 килограмм. Ой, какая... Ой, ну, прям я слюной уже и зашла сейчас захлебнусь. Спасибо. Ну, вы видите, да, как все вкусно. И аппетитно. Вот все, вы хотите. Да. Да, ну, вот здесь вот в основном стоят крестьяне. Здесь можно купить и фасоли, и утку, и мясо, видите, капусту, и орехи. Здесь в основном, вот здесь вот настоящие стоят крестьяне и продают. Это не перекупщики здесь, да, Игорь? Да. Ну, мне такая, по крайней мере, вот здесь мы фасольку. И здесь можно торговаться. Вот здесь вот еще, вот здесь торгуются еще люди и уступают. Вот, кстати, мы здесь фасоль покупали для борща, так, сто, а мы купили, получилось нам по сколько? По шестьдесят пять. По шестьдесят пять, да. Последняя. Она уже последняя женщина отдавала. Да, это такая фасоль суповая, она не крупная, очень вкусная. Я люблю с ней варить борщ. Ну, что, зайдем там в это, сало, мясо или молочко, в какой мы зайдем? Мясной, да. Мясной зайдем, нет. Черный слив пятьдесят гривен, смотрите, груша, берри, пятьдесят. Мандарину, голден яблоки сорок, Испания, мандарина сто. О, и без косточек, мандарина восемьдесят пять. Пойдемте и садим с этой стороны, чего обходить. Да. Нет дождя? Нет, это капает, нет дождя. Игорь. Игорь. Все можно, везде можно идти. Игорь как всегда ворчит, люди ездят. Да, очень хорошо. Я хочу пойти творог, сметану показать. Ты хочешь здесь, пошли здесь. Сыр показал. Сыр есть везде, вот сыр, сыр. Яшу. Вот. Творог, сметана, масло. Вот эти, печеный творог. А чем творог? Ту-пиздесят. А сметану не спрашивал? Ну, вас проси. Сейчас, все хорошо. Сметана сто двадцать. А сливки? Сейчас я спрашиваю масло. Это сметана выросла? Сметана. А что? Сотвадцать. Сотвадцать. А масло? Сотвадцать. Масло триста пятьдесят. Масло триста пятьдесят. А сметана сто двадцать? А сливки? Да. Сливки два минуса. А вон бринза. А почему сливки у вас? Сливки десять восемь. Десять восемь. Видите, молочко и бринза и сливки. Вот это все, да, крестьянское. Это люди сами делают. Ну, вот так с вами, видите, пробежали. Что, грите? А почему масло жареное? Сорок гривен, спасибо. Ну, вот яйца, давай яйца посмотрим. Вот яйца. Девяносто, восемьдесят, восемьдесят пять, семьдесят пять, шестьдесят пять, шестьдесят три, восемьдесят, семьдесят два, шестьдесят семь, восемьдесят. Вы сами все видите. Семьдесят пять, семьдесят три. Вот так. Ну, здесь такое фермерское. Ну, понятно, вот это все самое вкусное. Цены здесь дорогие. 250, 300, 180. Спасибо. А какая у нас солониночка? Это вообще шестая. Солонина – это самое очень вкусное. А почему все ваше? Солонина – 350, 350. А вот это сало с чесноком? 350. А, вот это оно солонина – 350. А вот это сало, вот это толстый? 280, 280, сейчас, сейчас, спасибо, спасибо. Будьте здоровы. Ой, дякуймо, дякуймо. Вот, видите, люди очень доброжелательные, с удовольствием показывают цену. Вон, сало 140. Сейчас. О, какое мясо. Это печеное мясо, да? Почем? Ну, я примерно правильно сказала. Примерно вот такие цены. Да, ладно, я сейчас остановлю, да? Да. Мы купим, что нам надо. Да. Выбор, конечно, огромедный. Ну, покажу вам, чтоб вы с клюной, конечно, захлебнулись, но вы остались живы, да. Выбор огромедный. Это всегда так было. Все очень вкусное. Но со всех сторон можно посмотреть и купить. Покажу, покажу, покажу. Выбор. Вы разрешили? Да, торможу. Идем с разных сторон, снимаем. Вот я вам сейчас специально. Мы включили, чтоб показать, какой ветер, как сдувает. Уже с другой стороны привоза мы идем. Сейчас же, вот вы слышите, опять работают генераторы. Свет у нас отключают по графикам. И светофоры не работают. Вы это тоже вчера видели. Из-за этого очень часто сейчас аварии, такие аварии. Прямо на светофоре уже сегодня с утра была авария. А вчера женщину сбили. Она бежала. На невположенном месте переходила дорогу. И ее сбили, потому что уже было темно. В общем, обстановка такая, конечно, аварийная. Ну, не только из-за света. Конечно, надо быть очень аккуратными. Мы уже не один раз, было столько случаев, и мы рассказывали, что именно пожилые люди переходят не в положенном месте. Или на красный свет идут. Да, но я сейчас же говорю, что светофоры не работают. Сами видите, на привозе есть люди, прилично людей. Конечно, не так, как и бывает, но это будет не день, не забывайте сегодня. Ты сказала, что сегодня четвертка? Конечно. Да? У нас уже сегодня с утра свет отключали. Да. И безвышных тревог у нас не было, да? Сегодня и вчера, по-моему. Это не слышно. Да, да. Ну, все. Сейчас мы покажем, там еще, с той стороны. Все, мы купили то, что мы хотели. Вышли вот здесь, чтобы с вами попрощаться. В принципе, мы можем тоже показать здесь вот такие лоточки. И продуктовые, и вещевые. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пусть у всех наступит завтра. Людей прилично, прилично людей. Сейчас покажу, сколько машин, сколько пробок. Как и пройти сложно, и проехать. Вот видите, все заставлено, вот, все заставлено машинами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!